В этом году на капитальный ремонт жилья в Петербурге было выделено 5 миллиардов рублей. Но, как выяснил глава жилищного комитета, в ходе объезда жилого фонда Васильостровского района, подрядчикам на капремонт не хватило ни денег, ни времени. Из-за того, что этим летом в доме номер 74 на 9-й линии Васильевского острова начался капитальный ремонт, дом лишился кровли. Если за 4 дня у вас здесь ничего не изменится, то всё тогда. Как выяснил глава жилищного комитета, капитальный ремонт здесь только начался. Он сделан лишь на 17%. Подрядчик оправдывается. Крыша на объекте оказалась сложной, и рабочие не справляются. Также оправдывались подрядчики ещё на двух жилых многоэтажках. Это не только протечки. Это там, если какие-то повреждения на личных клетках в процессе производства или что-то. Без подтверждения этого устранения мы со своей стороны не подпишем акт о выполненных правах. Между тем, если верить документам, капремонт всех кровели систем теплоснабжения должны завершить уже 1 сентября. Те подрядчики, которые не успевают, не только должны компенсировать жителям потери, но и лишаться права выполнять эти работы в будущем. В октябре комитет создаст топ-лист добросовестных, которых и допустят к ремонту жилых домов в следующем году. «Проект постановления правительства готов. Он прошёл все процедуры согласования, мы ожидаем его принятия в ближайшее время. Это нам даст полномочия отобрать подрядные организации по итогам работы в 2014 году, в 2015 году, в 2016 году». В этом году на Васильевском острове ремонтируют 34 кровли. По трём отстающим от графика адресам жилкомитет всё же дал подрядчикам отсрочку до 10 сентября. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА